Примерно в 4 раза больше, чем обычно мы осваивали на территории города Красноярска и прилегающих территорий. Сумма и правда внушительная. В этом году только на ремонт дорог Красноярска выделят 1,7 млрд рублей. Эксперты посчитали, в столице региона и его окрестностях только треть дорожного полотна соответствует нормативам. Начать решили с болевых точек города. В ближайшие два года капитально отремонтируют коммунальный мост, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», проспект Мира. Всего 70 объектов. Также построят два пешеходных перехода на 9 мая и партизана «Железняка» напротив ледовых арен. Сделают освещение гостевой трассы и возведут транспортные развязки возле нового терминала аэропорта и 4-го моста на правом берегу. Параллельно чиновники обещали улучшить внешний вид улиц, например, убрать нависающие провода. За каждым из дорожных объектов закреплено ответственное лицо от структурного подразделения администрации города, либо администрации района. Например, по улице Мира ответственный департамент городского хозяйства, в данном случае буду я отвечать. Также сюда включен главный художник города. Масштабные работы запланированы и в радиусе 100 километров от Красноярска. На эти цели выделят 300 миллионов рублей. Золотая часть трассы Денисейска, Железногорска, Кузнецово, Зыково, Сухобузима, Атаманово. Ещё 3 миллиарда рублей пойдут на ремонт и содержание дорог в городах края. Подрядчиков хватит на всех, уверяют в правительстве. Если не сдадут вовремя объект, не получат деньги. Объекты все чётко закреплены. Вот 2017 год есть, там десятки объектов, они все прописаны. Всё на них и деньги есть, они полностью ресурсно обеспечены. И, соответственно, дальше после заключения госконтрактов и муниципальных контрактов будет всё выполняться. Правда, подрядчикам не стоит расслабляться. Качество нового асфальта будут проверять тщательно. Сколько готовы наши подрядные мощности организации к качественному ремонту? Или что-то здесь требуется ещё, чтобы мы поставили задачу перед подрядными организациями, сказав, что эта программа на 10 лет, что она очень большая, и что мы не пустим через год-два уже на эти работы подрядчиков, в которых не будет самой современной дорожно-строительной, дорожно-ремонтной техники. В случае необходимости в правительстве готовы разработать ряд субсидий для подрядных организаций. Торги планируют провести в феврале. Второй этап масштабного ремонта начнётся в 2019 году. Тогда будут строить новые развязки. Олеся Рожкова, Михаил Ткачук, Афонтова новости.